Погнали! У нас четвертые герои. Конец второй миссии. Не совсем, конечно, конец. У нас есть серия квестов незакрытых. Есть задача убить главного героя. И самое, наверное, важно не забыть еще при этом протянуть двух героев Эмилию с ее генералом Тарджем до 20 уровня. Что надо заканчивать? Вы предпринимаете несколько попыток приблизиться к башне, но каждый раз вынуждены отступать под градом камней. А, Стражники Медузы тоже. Не, ну это, видимо, альтернативный способ зайти. Вот здесь проход, здесь проход. То есть мы сейчас по низу пройдем. И... вот этот второй замок я хочу захватить. Неплохо. Так, мы, кстати, захватили. Одержав победу над королем Минотавров и обратив его в бегство остатки его войска, я, наконец, смогла освободить тех, кого он проботил. Я забыл, что мы за Эмилию, ну, за девочку играем. Мы построили бывших узников в шеренгу и сняли цепи с их ног. Каждый из них старался поблагодарить меня лично. Я этого не заслуживаю, сказала я. Сказала я. Меня перевели в смущение, сыпавшиеся отовсюду слова благодарности. Прими это, наслаждайся счастливыми моментами, пока они есть. А, это Тарх говорит. А, ведь, ведь и несчастных будет предостаточно, сказал Тарх. Но это неправильно. Эти люди не понимают, насколько я близка к тому, чтобы оставить их, да и сам Великий Аркан. И что же, сейчас-то здесь только это имеет значение. Ну, а не совсем. Вскоре после занятия города Дрендж один из ваших советников сообщил, что вскоре ждается прибытие караванов. Заходим, получаем опыт. А мне бы хотелось еще уровень повысить до дерева, сбегать до того, как я... Давай здесь попробуем справиться, ничего страшного. Где мой уровень? Алло. Вокруг растилается туман и перед вами появляется дом оружейного мастера. Вы подходите к двери и обнаруживайте, что на этот раз доспехи порядка стоят в дверном проемне пустые. Рыжейного мастера нигде не видно, так что вы можете взять доспехи себе. Просто доспехи, которые, кстати, не перейдут на следующую. Повышает на 20 единиц уровень защиты стрелковым ближним и наделяет оберегом хаосом. Ладно, давай так сделаем. Раз. И попробуем... Просто... Просто попробуем бить Салмира на автобое. Сторгов 707 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Да, да. Вот он, Салмир. Смотрите. Подписан 46 месяцев. У него приличная армия. Весьма приличная. У моих джинов уже мана закончилась. Главное сейчас героя не отдать. Так, выходит иллюзия. Дальше я захожу. Гномов бьем. Ставим перед героем единичку хотя бы. Так. Никакого откупания. Должен уровень получить. Я надеюсь, даже на два уровня. Потому что там хвостик, во-первых, был. Эмилию восстановили, она лишнего экспы... Да, и получаем минимум один уровень. Вопрос что? Я бы резиста взял, конечно, ему. Два уровня. А Эмилия все-таки получает? Да ладно. Тогда лидерство. Подойдя к камере Салмира, я обнаружил, что он отдыхает на нарах, заложив свое огромное ручище за голову. Увидев меня, он улыбнулся. Ты все еще здесь? А ты все еще здесь? Спросила я. Салмир ничего не стоило в любой момент улететь, превратившись в попугаи или порыв ветра. Почему же он этого не сделал? Я пообещал себе, что если потерплю поражение, то останусь вашим пленником на семь дней. После этого я вернусь к своему хозяину. Неплохо он. А почему именно семь дней? Почему не уйти сейчас? Семь дней — достаточный срок, чтобы вы могли решить, казнить меня или нет. О, какой! Сказал Салмир с безразличным видом. Я не могу этого сделать, ответила я. Ты вел себя благородно. Даже те, кого ты завоевал, признают, что ты обращался с ними в высшей степени справедливо. И поскольку ты вынужден подчиняться воле своего хозяина, я могу... Как я могу винить тебя за то, что ты сделал? Некоторые считают, что я заслуживаю порицания. Например, ваш военный советник. Он не королева. Это про гнома она говорит. Нет, он глупо смотрелся бы в платье, ответил Салмир. Ох, я не могла сдержаться. Представив себе тарха в платье и в тиаре, я расхохоталась. Мой смех прозвучал громким эхом в тюремных залах. Ну что, королева Эмилия, раз вы не собираетесь казнить меня, можете заходить в любое время. Ничего по себе, как быстро, да? У вас семь дней, после этого я должен буду вернуться к хозяину и подвергнуться наказанию. Я кивнула. Зная о том, что буду навещать его каждый день, может быть, даже делить с ним мои трапезы, наверное, я могла бы придумать, как удержать его в тюрьме, прибегнув к помощи магии, но ведь это не мой стиль. Прошли миссию. Да, романтика, романтика. Салмир выполнит переход на следующую карту с сохранением всех навыков и опыта и уровня магии. Для всех ваших героев установлен максимальный уровень 15, то есть мы без подруги будем. Я описал несколько кругов вокруг дворца Магнуса. Мне нужно было собраться с духом, это мы за Салмира сейчас будем играть, чтобы предстать перед ним после моего поражения. За те столетия, что я служил Магнусу, мне не часто приходилось подводить его, а таких крупных провалов раньше вообще не случалось. Глубоко вздохнув, я влетел в окно тронного зала и обнаружил там своего хозяина, делающего выговор рабочим. Все сломать, снять пол, комната никуда не годится, кричал Магнус. Он кнул пальцем в одну из колонн и сказал, эта колонна на пол дюйма уже остальных, а пол на южной стороне зала задран на два градуса. Дворец стоит на холме, но это не значит, что мой тронный зал должен быть так перекошен. Никто из людей не обладал таким острым зрением, да и никто из джинов тоже. Еще один признак необычного происхождения моего господина. Господин. Когда Гавин Магнус провожал рабочих из зала, я заметил широкоплечего гнома с огненно-красными волосами, стоявшего в тени за троном Магнуса. Раньше я его не видел. Он не был похож на других гномов, давших присягу моему господину, однако вел себя так, как будто находился здесь по праву. Вскоре господин вернулся и занял свой трон, готовый принять меня. Он не обращал никакого внимания на гнома. «Приветствую вас, господин», произнес я с глубоким поклоном. Как и полагалось в моем положении, я застыл пред ним в смиренной позе. «Сказать по правде, Салмир, я не ожидал, что ты подведешь меня в этот раз. Ты всегда был таким искусственным полководцем», сказал Магнус. В этом он был прав. «Как могла Эмилия со своим войском одержать надо мной верх? Неужели я поддался тому, что мне нравится королева? Неужели я стремился к поражению? Ребят, чисто по лору вопрос. Кто шарит? У джинов там ниже пояса что есть? Извините за прямоту, просто мне любопытно, у них может что-то получиться или нет? Вихрь. Там все нормально, говорят. Да? Лампа. Исполнялка желаний. Все, что угодно, они же джины. А-а-а-а. Все, что хочешь, котик. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой-ой-ой. Реактивный двигатель. Энергия. Чистая энергия. Все есть, Миш. Как, по-твоему, Йок появился? Герой варваров синий. А-а-а-а. Хочешь, попугай будет? Пиастрый. А-а-а. Да, неужели я поддался потому, что мне нравится королева? Неужели я стремился к поражению? Я хотел верить, что причиной моей неудачи была злая судьба, а не моя собственная слабость. Наверное, я недооценил ее, мой господин. Все равно. У меня нет сейчас времени думать об этом. Мне необходимо создать новую армию. К счастью, я предвидел даже эту невероятную возможность. Пока я буду занят делами, тебе предстоит выполнить еще одно поручение. На этот раз успешно. Ты сможешь? Спросил Гевин Магнус. Я внутренне сжался. Пройдет немало времени, прежде чем я смогу вернуть его доверие. Да, господин. Ой, смотрите, замок и сразу джины рядышком под боком. Вот он, Салмир. Третьего уровня? Что? Разжаловали. Ай, опять эта музыка. Скоро придет зима, а я оказался здесь, в этой далекой земле, и в моем распоряжении только маленький город и еще меньшая армия. Моя миссия полный бред. Он хочет, чтобы я нашел место, где черные драконы хоронят своих сородичей. Он хочет использовать их кости для создания новой твари. Драконового... 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 Галема. Даже я, прожив много тысячи лет, многие тысячи лет, никогда не слышал об этом создании. Откуда только у него взялась эта идея? Может быть, от этого рыжего гнома? Прошлой ночью я отправился на разведку сам. Облетел округу, превратившись в попугая, и обнаружил, что здесь успело обосноваться немало грязных беженцев из Старого Мира. Более того, все они каким-то образом сумели узнать о моем присутствии. Дисойплс... Не-не-не, Старгог, нет, ну что, пройти... Куда... Да! Спасибо за челлендж, но пока... пока нет. Извини, пожалуйста. Ну, срок годности, да, такой серьезный. Пусть висит. Более того, все они каким-то образом сумели узнать о моем присутствии. Я видел, как они готовятся к войне и возводят укрепления. Мой господин хочет испытать меня. Иначе, почему он не позволил мне привести армию посильнее? Говин Магнус всегда так тщательно все продумывает, и если этот поход так важен, как он об этом говорит, то он не отпустил бы меня, не убедившись, что я обладаю необходимыми силами. Итак, это испытание. Стоит только разница, и что на этот раз неудача будет стоить мне жизни. Да, справимся, у нас сейвлоды есть, что-то переживают. Драматизируют прям... прям... У... все нормально будет. Все нормально. Смотрим на задание. Я уверен, что потерял бы собственную голову, не будь она приделана к моей шее. Кажется, я потерял вещь, которая очень дорожила. Если бы ты нашел мою боевую прощу, она справа лежит, я бы наградил тебя за труды с золотыми латами. Вот она проща валяется, боевая проща. Вот там церберы. Это вам не в тапке. Ребята серьезные. Я пытался честно выполнить свою миссию, но в последнее время мне стали настораживать неуравновешенность и одержимость поведения моего господина. Я обязательно должен узнать, что такое драконовые големы и зачем мой господин хочет их создавать. Ну, это, кстати, ультимативно эти поры уже этого замка. Мы титанов строили, а есть там такие вот механизированные драконы. Но еще важнее для меня выяснить, кто такой этот странный рыжий гном, которому так прислушиваются последнее время. Ага. Господин. И я уже знаю того, кто сможет мне помочь. Опа! Сегодня я встретил в маленькой гостинице тощего полурослика, пропавшего мукой и опарой. Или да, он сактивировал привет. О, не дал привет. Спасибо большое. В коротышке не было ничего необычного. Скорее, он был вполне зауряден. Но я уже знал, что он один из лучших шпионов в этих местах. Еще о нем говорили, что он отличный хлепопек. Хлепобек. Хлепопек. Насколько я могу судить, по твоему виду, Эдвилл, ты согласился мне помочь? Шпионить за бессмертным королем это не шутка, сказал Эдвилл нервно. Ты ведь Джин, правда? Почему бы тебе самому этим не заняться? Замок моего господина защищен от магии всеми возможными способами. О некоторых из них я даже не знаю. Мне нужно, чтобы кто-то сделал это, не обращаясь к магии. Ты сможешь? Для тебя, да. Что тебе нужно узнать? Ну, ладно, Щегол сейчас все проверит. Я ускользнул из лагеря в виде попугая в самом начале второй стражи и сотворив заклинание перенесся в крохотную деревеньку всего в нескольких милях от замка моего господина. Здесь я принял свой истинный вид и стал ждать прибытия полурослика Эдвилла, моего шпиона. Все это время я старался не обращать внимания на то, что у меня чешется шея. Случилось нечто ужасное или должно было случиться. Я знал, что шея у меня чешется только в те минуты, когда струны судьбы держась за руки начинают звучать в унисон, предвещая ужасные события. Последний раз, когда у меня чесалась шея, наступил судный день и мир был разрушен. Неплохо. Эдвилл пришел поздно, но мне хотелось поскорее услышать, что ему удалось узнать и я не стал бронить его за опоздание. Про големов драконов я услышал немного, сказал Эдвилл, зато кое-что узнал про гнома, который в последнее время трется возле их королевского величества. Он довольно мрачный малый и манеры у него не очень. Остальным гномам он очень не нравится и я сумел выяснить почему. Давай-ка угадаем, он не такой гном, как они, сказал я. В точку! Они называют его красным гномом. Судя по всему, его народ тайное племя. Они ушли глубже под землю, чем остальные гномы. Если они вступают с кем-то в союз, то никогда не длится, то он никогда не длится долго, потому им никто не доверяет, объяснил Эдвилл. Как его зовут? Что он тут делает? Келлакс! Он присутствует здесь, как чрезвычайный посол, поскольку король Магнус заключил союз с красными гномами. Красные гномы. Тут, мне кажется, это расизм. Сам процесс создания големов весьма прост. Мастера, которые их делают, не хотят, чтобы об этом знали, но вдохнуть в неодушевленный предмет ровно столько жизни, сколько необходимо, чтобы он двигался и выполнял простые команды, это древнее искусство. Известны случаи, когда големов создавали существа, не наделенные магической силой. Однако, голем-дракон остается для меня тайной. Насколько мне известно, еще никому не удавалось его создать. Почему на одного голема-дракона должно уходить столько металла? Что могло бы хватить на 20 обычных? Это неэкономно. Значит, в големе-драконе должно быть что-то, что делает его гораздо мощнее 20 золотых големов. Но что? Сегодня пришло письмо от одного из живущих в этих местах волшебников. Дорогой Салмир из Бракады. Имя Салмира почти так же знаменито, как имя его господина, короля Гевина Магнуса. Я не имею ни малейшего желания соревноваться в магическом искусстве, ни с вами, ни тем более с людьми подобными вашему господину. Однако, я не намерен поступиться ни пядью земли, которая по праву принадлежит мне. Это важно и для меня, и для черных драконов. Предлагаю вам сделку. Обратите ваши взоры на другую область и забудьте о кладбище черных драконов. Если вы согласитесь, я полностью поддержу вас в этой битве с новым королевством, великим Арканумом. Я знаю о вашем недавнем поражении. Я уверяю, что мои черные драконы принесут вам победу. В знак дружбы я также намерен выплатить вам 10 тысяч золотых. Пожалуйста, передайте это предложение вашему хозяину. Я надеюсь, что оно станет началом отношений, выгодных нам обоим. Лорд Блот. Вот Блот. Хотя я знал ответ заранее, сложил письмо, отослал моему хозяину с магическим бризом. Магнус, несомненно, откажется, если он поставил перед собой цель, он никогда от нее не отступится. Такой у него характер. К счастью, к тому времени, когда Лорд Блот поймет, что его идея со взятки провалилась, я уже буду готов встретить его с оружием. А 10 тысяч-то дадут? Так там по формулировке было, что он просто в знак дружбы 10 тысяч. Класс. Пусть собрали собак тоже без проблем, без потерь. И мы сможем сейчас... Колдовца, наверное, да? Эффективность магии порядка. Да, давай мага делать из Салмира. Боевую прощу сдадим и посмотрим, что у нас по... Это часть карты? Это больше похоже на кусок картины. Ну, какое-то поле боя, там воюют люди. Салимр. Нет, ну Салмир. Мы решили, что все-таки надо его называть так, как он назывался в третьей части. Это неправильный перевод. Салмир. Так, сдаем квест. Ты нашел ее? Где она была? Ах, да, именно там, где я видел ее в последний раз. Какой дурак. Итак, вот золотые латы, как я тебе обещал. Берешь... Золотые латы. Повышает 25 уровень защиты в стрелковом ближнем бою и направлено в разыгранную стрелку. Короче, наш герой сейчас начнут... как бы танк. Просто танк. Может, я же спокойно стоять впереди, не бояться, что его шотнуть. Может, нам удастся второй город захватить? Там вроде было три гарнизона, да? Дюжин, десятки, десятки. В целом, можно попробовать, я думаю. Изи. Наверное, это стоило захватить пораньше. Так, магия порядка третьего круга. Мы захватили город. В городе Том... Базовые вещи. Ну и чё? Доставим его труп неподалёку. Два титана и минус герой. Просто. Да ладно! Падая в землю в предсмертных муках, вы успеваете подумать, что заслужили такую судьбу, опять обманув надежды своего господина. Ну всё, хватит, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok